КОЛКА Один из неприметных ледников Кавказа на склоне горы Джимарайхох периодически становится виновником масштабных экологических катастроф, приковывая к себе внимание всего мира. Катастрофические сходы ледника Колка в Северной Осетии повторяются регулярно с интервалом 100-150 лет и придают географическому понятию «Кармадонское ущелье» мемориальное звучание. Народная песня и легенды говорят о семи селениях, семи геналах, полностью уничтоженных ледником в середине XVIII века. В результате последнего схода ледника в 2002 году погибли 125 человек. В числе которых артисты Конова театра «Нарты» и киносъемочная группа Сергея Бодрова. С сентября 2002 года ледник стал объектом научных интересов российских и зарубежных ученых, выдвинувших массу различных гипотез относительно причин его схода. Предложенная профессором Бергером гипотеза о газодинамическом взрыве убедительно демонстрирует геологические процессы, по действиям которых ледово-каменная масса объемом более 100 миллионов кубометров внезапно устремилась вниз со скоростью более 300 километров в час. Благодаря Кармадонским воротам, двум скальным отрогам, замыкающим ущелье с севера, ледник не вырвался из ущелья к селению Гизель, где проживает около 8 тысяч человек. Не будь таящейся в леднике колкоопасности, Кармадонское ущелье могло бы стать крайне привлекательным для проживания, отдыха, лечения, туризма и альпинизма, так как в верховьях реки Геналдон имеются обильные, хорошо исследованные источники термальных лечебных вод. Отсюда начинаются альпинистские маршруты на высочайшие вершины Осетии – Казбек, Джимрайхох и Шаухох. Через ущелье пройдет планируемая от моря до моря Кавказская ракада. Мы ставим задачу нейтрализовать эту опасность и вместе с тем сохранить память о грандиозном природном явлении. Мемориальный комплекс Кармадонского ущелья представляется нам в виде стройных рядов из 125 зеркальных щитов на отвесной скале Кармадонских ворот, поворачивающихся за солнцем и направляющих лучи на поверхность ледника. Рост ледника замедляется, а в идеале прекращается полностью. По одной из будущих легенд, а легенды в горах рождаются сами, ряды зеркальных боевых щитов – это форма присутствия многочисленных жертв ледника, поднявшихся на защиту своих потомков от очередного бедствия. Освободившись от висящего над ним домоклого меча, Кармадонское ущелье получит мощный импульс развития. В ложе ледника на высоте более 3000 метров за счет направленных солнечных лучей создаться особый благоприятный микроклимат, что позволит разместить там базовый лагерь для альпинистов, а вблизи ледника – на горячих источниках санаторий. В центре ущелья можно построить музейный и исследовательский комплекс, который станет для ученых базой изучения ледниковых и геологических процессов не только Казбекско-Джимарайского горного массива, но и всего Кавказа. По существу, говоря о монументе, мы предлагаем концепцию программы развития ущелья, в которой мемориалу отводится роль ледокола, прокладывающего путь для возвращения в этот уникальный край жителей строительства альпинистских, туристических, лечебных и исследовательских учреждений. Из истории мы знаем о зеркалах Архимеда, с помощью которых были подожжены римские корабли, а из мифологии – зеркальный щит Персея. Сегодня с помощью зеркал, выводимых на околоземную орбиту, ученые готовы решать проблему защиты нашей планеты от астероидов. Высвеченный солнечными лучами невзрачный малоприметный ледник Колка перейдет в категорию самых заметных ледников Кавказа и станет еще одной достопримечательностью республики. Ледник будет виден не только из ущелья, но и со всей Осетинской равнины. Пучки ярких солнечных лучей станут символом заинтересованного внимания к леднику ученых, туристов, художников, поэтов и будут будоражить память людей, память о великих бедствиях и грандиозных явлениях природы. Уникальность Кармадонского ущелья диктует необходимость разработки особых градостроительных регламентов, где должно быть прописано обязательное использование на южных фасадах зданий, размещаемых в створе видимости ледника зеркальных поверхностей, отражающих солнечные лучи в направлении ледника Колка. Речь в данном случае не только о потенциальной пользе, но главным образом о жизнях большого числа людей. А это значит, что представленный проект имеет гуманитарное значение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok